Субтитры создавал DimaTorzok Мы виделись в рамках Совета Министров иностранных дел СНГ в Душанбе, ну и сегодняшние переговоры уже полноценно позволили сконцентрироваться на всех аспектах нашей двусторонней повестки дня, на международных, региональных делах. И мы прежде всего проанализировали ход работы по выполнению задач, которые были поставлены нашими руководителями, президентом России и премьер-министром Армении, в том числе в ходе очень важного первого официального визита Николова Ивановича Пашиняна в Россию 19-20 апреля нынешнего года. Одним из важнейших результатов этого визита стало принятие совместного заявления, в котором отражены приоритетные сферы нашего двустороннего взаимодействия, и подтвердили наши лидеры привилегированный характер союзничества России и Армении, что особенно важно в нынешний год, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. В ходе апрельского визита премьера Пашиняна также был подписан целый пакет документов, которые дополняют нашу уже весьма внушительную, солидную договорно-правовую базу. Мы договорились всячески способствовать сохранению высокого темпа работы на всех направлениях. На этот год в планах проведения очередной сессии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председателем вице-премьеров Аверчука и Григоряна также намечено провести межрегиональный форум, молодежный форум, ну и готовимся заложить в центре Еревана памятник российско-армянской дружбы, единства на века. Завтра в России стартуют Дни культуры Армении, а во втором полугодии уже в Армении состоятся Дни духовной культуры России. Эти просветительские акции, конечно же, предоставляют хорошие возможности для дальнейшего взаимообогащения наших древних культур. Россия остается ведущим торговым партнером, ведущим инвестором в экономику Армении. Невзирая на вызванный пандемией спад, нам удалось вернуть товарооборот на устойчивую траекторию роста и наращиваем сотрудничество в таких областях, как энергетика, включая атомную горно-рудную промышленность, транспорт, логистика, высокие технологии. Намерены всячески поощрять хорошо зарекомендовавшую себя практику бизнес-миссии и деловых форумов. Мы интенсивно действуем на гуманитарном направлении, сохраняем и укрепляем общее образовательное, научно-языковое пространство. С учетом пожеланий наших армянских друзей работаем над увеличением в республике количества русских школ, помогаем повышению квалификации армянских учителей-русистов и увеличению квот для армянских граждан, которые хотят обучаться в российских вузах. Продолжаем тесно координировать наши действия на международной арене. Сегодня обсуждали ход реализации подписанного 8 апреля в Москве плана консультации между двумя внешнеполитическими ведомствами. На полях нынешнего визита трое заместителей министра иностранных дел провели со своими армянскими коллегами консультации по тематике сотрудничества в различных евразийских объединениях. На европейском пространстве в целом. И мы сегодня подробно обсудили уже в кругу наших делегаций на уровне министров иностранных дел вопросы нашего взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимого государства и Организации договора о коллективной безопасности, где в этом году председательствует Ереван. У нас совпадение позиций по большинству мировых и региональных проблем договорились и далее координировать наши действия, в том числе на международных площадках с учетом, конечно же, меняющихся геополитических реалий. Особое внимание делили мерам по укреплению мира, безопасности, стабильности на Южном Кавказе. У нас общее мнение о необходимости неукоснительного выполнения договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, равно как и от 11 января и 26 ноября 2021 года. Мы признательны за высокую оценку стабилизирующей роли российского миротворческого контингента для поддержания мира и безопасности в регионе и выразили удовлетворение итогами состоявшейся 3 июня в Москве встречи трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран, которые занимаются вопросами разблокирования всех транспортных и экономических связей в Закавказье. Затронули и тематику, как сейчас сказал Арарат Самбелыч, работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации. С нашей стороны мы подтвердили готовность помогать и заключению мирного договора между Ереваном и Баку и в целом решать гуманитарные проблемы, которые сохраняются в этом регионе. Мы также приветствуем процесс нормализации армяно-турецких отношений. Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы 3 плюс 3 с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами-регионами и их соседями. Сегодняшние переговоры, несомненно, явились очень важным этапом в дальнейшем продвижении нашего стратегического партнерства и союзничества. И мы еще раз признательны нашим армянским друзьям за гостеприимство, за организацию нашей работы. Уверен, что завтрашнее заседание Совета Министров иностранных дел ОДКБ пройдет не менее успешно и поможет укреплять этот важный региональный формат. Я приглашаю Родца Амвелыча посетить Российскую Федерацию с очередным визитом. Будем рады видеть его делегацию в любом городе Российской Федерации. Спасибо.